Понедельник начинается в четверг. В Омске стартовала Сибирская агропромышленная неделя. Лучшие сельхозпроизводители, переработчики и растеневоды Омской области и соседних регионов представили свою продукцию. Всего более 200 участников в 20 тематических разделах. Кого кормит регион и что ждет агрария в ближайшем будущем, расскажет Дмитрий Куканус. Летом день кормит, а зимой еще и возит. Так для омских аграриев вполне может звучать известная поговорка на новый лад. В этом году возобновили традицию награждать особенно отличившихся работников омских сельхозпредприятий автомобилями. 12 таких машин получили лучшие комбайнеры, трактористы и животноводы. Причем половина из награжденных – женщины. Луиза Олейник надоила в этом году больше многих своих коллег в области. 7 тысяч литров молока. Подарок решила себе не оставлять. Управляться на ферме привычнее, чем управлять автомобилем. Машину я подарю сыну своему, Жене. Ему 18 лет. Он мой хороший помощник. Поддержка мне. При федеральной поддержке фермерские хозяйства получают субсидии и гранты. Местные аграрии смогли выйти за рамки региона. Сегодня омский урожай отправляется в 70 субъектов страны. В 2016 году Омская область неожиданно вошла в пятерку регионов крупнейших производителей сыра. 15 тысяч тонн его произведено было только в первом полугодии. Один из лидеров Омской области – Тюкалинский район. Продовольственная эмбарго нам помогло. Мы видим перспективы для себя, для расширения производства. Есть планы расширяться в цельномолочной продукции. 2017 объявлен в области годом животноводства. И в региональном Минсельхозе пообещали поддержать тех, кто занят этим направлением. Что касается по гектарной поддержки, те, кто занимается животноводством, будут на гектар получать в пять раз больше. Уже существенно. Поэтому бюджет еще не сформирован, не утвержден до конца. Сегодня это задача законодательного собрания Министерства финансов. Я думаю, что в ближайшее время мы цифру увидим. А значит, можно рассчитывать, что на следующей сибирской агропромышленной неделе мы увидим новые марки мясной и молочной продукции. Впрочем, и на нынешней выставке аграрии удивляют разнообразием ассортимента. Цены хоть и не всегда сопоставимы с теми, что в продуктовых магазинах, но зато в качестве этой продукции не приходится сомневаться. Дмитрий Куканас, Анатолий Серов. Новости здесь, Омск.